The Emperor has been expecting you. И неудивительно, что многочисленные авторы расширенной вселенной подробно объяснили этот момент, который с первого взгляда кажется нелепым. Во время битвы было несколько весомых факторов, которые повлияли на ее исход, а именно боевая медитация, истинное лицо Эваков, повстанческий спецназ и малый контингент войск на спутнике Эндора. По всем этим факторам мы и пройдемся в видео, чтобы составить твердую и аргументированную позицию. Сперва расскажем о боевой медитации, которая и стала чуть ли не главной причиной провалов операции. Вообще, боевая медитация или боевая координация ситхов — это прием силы, нацеленный на установление ментальной связи между войском и поднятие их духа и боевой эффективности. К примеру, серый джедай Джорус Кэбаот повысил этим приемом эффективность флота Трауна на целых 40%. Император Палпатин тоже не гнушался данной способностью силы и использовал ее по отношению ко всем подчиненным ему войскам на Эндоре. Впервые эту информацию мы узнали из первой книги и трилогии о Трауне из «Наследника Империи». Позже использование боевой медитации на Эндоре описывалось и в других источниках. Но несмотря на все свои достоинства, эта техника силы имела огромный недостаток, который заключается в полной апатии и потере боевого духа при разрывании связи между пользователем силой и целью медитации. А как вы помните из фильма, мертвым Палпатин поддерживать связь не мог. Есть веские основания, что Палпатин напрямую контролировал разум некоторых. Напомню, что когда в подобной ситуации Джорус Кэбаот разорвал свою ментальную связь с одним из командиров наземных войск Трауна, тот погиб. Подчиненным Палпатинам повезло же чуть больше. Они не умерли от прекращения медитации, а лишь потеряли волю, а некоторые даже рассудок. Теперь перейдем к следующей причине – к эвакам. Не стоит недооценивать их, ибо этим маленьким мишкам удается доминировать на спутнике, где обитает еще несколько разумных видов и такие чудовища, как 30-метровые полуразумные гараксы, животные титаны, а также в их кавычках миниатюрные домашние питомцы – кабановолки размером с БТР. Только благодаря идеально отточенным охотничьим навыкам и смекалке эваков им удается доминировать на эндоре. Они также использовали различные примитивные на первый взгляд, но оттого не менее смертоносные технические устройства. К примеру, боевые колесницы, благодаря которым эваки победили в эвакодолгской войне, произошедшей за несколько десятилетий до событий фильмов и победов, которые подтвердило доминирование эваков в пищевой цепочке планеты. В качестве доказательства жестокости и мастерства стрельбы и создания ловушек эваков можно привести воспоминания ветерана той битвы – штурмовика 501-го легиона Хьюма Тарла. В своем интервью он рассказал, как эваки обмазывали свое ружье нейротоксином. И как выстрелы из их луков и брошенные копья попадали прямо между пластинами брони, тем самым используя единственное уязвимое место пластоидной брони – нательный комбинезон. И да, если кто-то еще сомневался, клонов в эваке тоже смогли бы победить. Также не будем забывать, что эваки воровали бластеры и обложили все поле битвы ловушками, которые были наподобие… использованных партизанами Вьет Конга. Конечно, в прошлом штурмовики 501-го легиона, кулака Вейдера и элиты Вооруженных Сил Империи справлялись с врагом похлеще, к примеру, с кровожадными и агрессивными аборигенами из расы Амани. На канале есть отдельный ролик о них и о том, как Вооруженные Силы Империи им противостояли. Кстати, также важно упомянуть, что Новая Республика понимала, на что способны эваки, и даже набирала из них командос. И еще один важный фактор, которым является повстанческий спецназ, который порой был равен по подготовке и умениям, к примеру, АРК-клоном. Да что там говорить, отрядом руководил сам Хан Соло. Почти все повстанцы данной боевой группы были членами спецподразделений. Более того, оперативники Альянса устраивали диверсии до самого сражения, тем самым ослабляя противника. Действительно, большой ущерб Имперскому Контингенту на Индоре принесли действие сил Альянса на обратной стороне спутника. Из событий игры Rogue Squadron нам известно, что войска Альянса задержали Имперское подкрепление на достаточно долгое время. Собственно говоря, по этой причине небольшому Имперскому гарнизону пришлось противостоять превосходящим в числе повстанцам и эвакам. И это ещё если не говорить о том, что сам Палпатин вполне мог нарочито расположить у силового генератора малые силы, вооружённый к тому же ослабленным вооружением. Всё вышеперечисленное отразилось на исходе сражений. И если бы хоть один из факторов отсутствовал, то у повстанцев не было бы ни шанса перед превосходящих их во всём Имперцами. Но сюжет продвигать надо было как-то, а потому Лукс пошёл по самому лёгкому пути. Впрочем, на мой взгляд, авторы из расширенной вселенной всё-таки смогли достаточно аргументированно обосновать поражение Империи при Эндоре. Так или иначе, я надеюсь, в этом видео нам удалось донести до вас истинное положение дел, которое творилось на поверхности так называемой Священной Луны — лесного спутника газового гиганта, который теперь впору называть планетой смерти. Впрочем, на этом наше видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. И если вы хотите увидеть больше видео, то всегда приглашаем подписаться на канал, это занимает всего секунду, но позволяет тебе регулярно наслаждаться интересными видео по Звёздным Войнам и другим фантастическим вселенным. Ну и конечно же не забудь поставить лайк, чтобы ускорить выпуск новых видео, а также поддержать Павла в сдаче его экзаменов в университете. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой силы. Всегда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok